Привет, друзья. Необычный немножко формат у нас сегодня из трамвая. Я не знаю, насколько будет меня хорошо слышно, но мы, по крайней мере, попробуем. Это будет короткий ролик с небольшим добавлением информации в ролик про налоговую систему Нарвегии versus налоговую систему России. И, собственно, что я хотел рассказать. Есть такая штука, как отпускные. Если честно, я не помню точно, как работали отпускные в России. В последний раз, когда я этим интересовался, наверняка было по-другому. Но этот ролик не об этом, это ролик о том, как работают отпускные в Норвегии. Потому что я сегодня уточнил, точнее, я узнал об этом уже достаточно давно, но сегодня я прям хорошо, внимательно уточнил эту информацию. И теперь могу рассказать вам, ну, хочется верить, что достаточно подробно и достаточно точно привести информацию о том, как работают отпускные. В общем, по умолчанию подразумевается, что на лето вы не будете работать, естественно. Потому что на лето все норвежцы, и не только норвежцы, обычно куда-то уезжают. Кто не норвежец, обычно, естественно, уезжает себе на родину, там, или в гости куда-то, или просто путешествовать. Ну, а норвежцы едут, там, в Испанию, в Италию, в Таиланд, кто куда, в общем, кому что нравится. Вот. И, собственно говоря, когда вы уезжаете, этот, если вы уезжаете, то в этом случае отпускные вам не платятся сразу. Значит, получается так, что, если вы уезжаете, то в этот месяц вы не получите вашу зарплату, не получите ее, ну, в этот же месяц, как обычно, да, вы получите ее следующим летом, в начале следующего лета. Чем, да? То есть, вот так вот, на год вперед, как бы, да, получается, первый год, когда вы работаете. То есть, вроде как, в начале была информация, что вообще не платят отпускные, но, исходя из моего опыта, платят даже первый год. Просто вы получите их на следующий год, на следующий период, но, тем не менее, платят сразу же. Значит, что же будет, если вдруг вы останетесь работать летом? Что произойдет? Произойдет следующее. Вы будете получать зарплату, как обычно. в обычном размере, и все такое. И, кроме этого, на следующий год, перед летом, вы также получите вот этот ферьепенгер, или, не буду точно говорить, как оно по-норвежски, потому что не уверен, что правильно произошло, но, в общем, отпускные на норвежском, вот, ферьепенгер, или как-то так. И, значит, получается, что вы как бы получите двойную зарплату, как бы, но вторая зарплата придет вам только в следующем летом, в начале следующего лета. Тем не менее, это приятно. Но и это еще не все, ребятки, это еще не все, что самое интересное. Оказывается, что, вообще-то, вы можете зарегистрировать вашу работу летом, как в овертайм. То есть, то время, что вы работаете летом, изначально должно подразумевать большую оплату. И не просто больше оплаты в плане отпускных, а вообще большую оплату. То есть, например, в зависимости от компании, вам могут доплачивать 40, 50, 60, 70, 80, 90, или даже 100% сверху вашей стандартной ставки. Но и это еще не все. Смотрите, так как ферье Пенгер, вот это вот, отпускные, они составляют 12% от зодового оклада. Что примерно чуть-чуть больше, или, может, как я считаю, неправильно я считаю. В общем, суть в том, что обычно это больше, чем ваш месячный оклад. То есть, это сумма между одним и двумя месячными окладами, где-то там посредине, может быть, ближе к двум, может быть, ну, там в зависимости от, в общем, там есть нюансы по подсчету, и разные компании считают по-разному. Ну, какие-то компании, можно так сказать, хитрят, какие-то нет. Вот. Ну, и, естественно, многие компании считают автоматически через системы типа X-Ledger и подобное, поэтому они даже не знают точно, как считают. Так вот, в чем же прикол, почему я говорю, что это еще не все? Ну, фишка в том, что, когда вы будете получать деньги за вашу работу летом, как за работу овертайм, пусть вы не получите, скорее всего, 100% сверху, но вы вполне реально, что получите 50% надбавки. Например, если у вас идет зарплата в 350 крон в час, то еще половина от этого, то есть у вас будет там около 500 крон в час, если вы работаете летом, а если это весь месяц, то это довольно существенная сумма. Но прикол в том, что ваши ферии Пенгер зависят от вашего годового оклада. Если же вы получаете всякие бонусы, например, вы работали овертайм летом, возможно, вы работали овертайм не только летом, вы работали еще там некоторые дни по 9 часов, по 10 часов, да, это тоже как овертайм. Возможно, вы работали на выходных, возможно, вы брали вахту, еще что-то. То есть дополнительные все эти бонусы, все это суммируется, и это получается ваша годовая зарплата, и 12% от нее это ваша ферия Пенгер. Соответственно, чем вы больше соберете бонусов за год, и если вы сможете оформить вашу летнюю работу как овертаймовую работу, то ваш ферия Пенгер будет еще больше. Соответственно, если так посчитать, грубо говоря, очень грубо, не точно сейчас скажу, но минимум, минимум, в самом худшем случае, если вы ничего не будете делать, работая летом, вы получите две ставки, две ставки, но если вы заморочитесь это оформить как овертайм и получать всякие бонусы, то вы можете получить за летний месяц, один, два или три летних месяца, вы можете получить тройную ставку, а в некоторых особых редких случаях и четверную ставку, если вы в течение года довольно часто берете овертайм. Вот такие, ребятки, возможности. То есть у вас есть 13-я зарплата, у вас в некоторых компаниях есть 14-я зарплата, и у вас есть 15-я или 16-я зарплата за счет того, что я вам сейчас рассказал. То есть таким образом вы можете получать не 12 раз деньги, не 13 раз деньги в году, а где-то 14 или 15 раз вы можете получать ваш оклад в течение года, что очень классно. А теперь скажите мне, кто трудоустроен официально по контракту в России. Напишите, пожалуйста, в комментариях, работает ли в России так система оплаты труда и можете ли вы получить настолько повышенную ставку за то, что вы отработаете летом и за то, что вы работаете овертайм в течение года. Спасибо всем за внимание, друзья. Надеюсь, было полезно и интересно. Комментируйте, пишите ваши мысли. Встретимся в следующем интересном информационном видео. Пока-пока!